Я хотел бы немножко вернуться еще к нашим зрителям. Мы постепенно подходим к тому моменту, когда мы будем заканчивать эфир и будем молиться тоже за них. Может быть несколько, два-три каких-то совета людям, которые проходят через тяжелую болезнь сейчас. Как им в этом, в этих обстоятельствах уже внутри, там, будучи, укрепить свою веру? Что им можно предпринять? Какие шаги им нужно сделать? Когда вот уже, знаешь, когда не только, когда еще не готовишься к тому, чтобы отчалить во время шторма, а когда уже во время шторма ты уже где-то находишься на середине. Ну, в таком состоянии находился Иов, один из персонажей Библии. Есть целая книга посвященная Иову, она так и называется книга Иова. И Писание говорит, что он посреди всей своей долины, тяжелейших испытаний. И почти в преддверии смерти, потому что уже черепицей скреб свое тело и умирал. Воскликнул, я знаю, искупитель мой жив. 19 глава Иова, я знаю, искупитель мой жив. И мои глаза, они глаза другого увидят, что он восстановит мою распадающуюся сию кожу. Вот самое главное, как вот и сказала Светлана здесь, что, и мы говорили об этом с Антоном в первой части, о том, что действительно наша сила во всем, эта радость перед Господом, или, по крайней мере, упование на Господа, иметь вот этот покой внутренний в Боге, что бы ни произошло. Вот самое главное, если вы верующие люди, если вы знаете Господа, если вы любите Господа, если вы рождены свыше, просто уповайте на Господа. Господь, упование мое Ты. Я знаю, что Ты живой искупитель, мой спаситель, мой целитель, мой обеспечитель. Все во всем Ты. Это самое первое, что нам нужно. Просто уповать глубоко на Господа. Плохо уповать на людей, плохо уповать на врачей, плохо уповать на таблетки, плохо уповать на богатство. Да, и вот поэтому сам Ио говорит, делал ли я богатство упованием моим? И говорил ли я руке моей? Вау, Ты такая у меня крутая рука, что вот я достиг вот этого всего. Ну, я импортирую по-своему, импортирую, да? Но, в самом деле, так там есть написано, да, я недавно как раз проповедовал на эту тему. Поэтому он не уповал ни на богатство, не уповал ни на деньги, ни на себя, ни на руку свою крепкую, которую он мог достиг какого-то успеха. Он говорит, упование мое Господь. Поэтому я вот желаю, чтобы вы просто глубоко успокоились в Господе. Это самое первое. И второе, до тех пор, пока дыхание обьется в нашей груди, мы должны просто славить Бога, благодарить. Вот пусть у вас будет рожденный такой дух благодарности. За все Тебя, Господь, благодарю. Твоя воля о мне такова. Вот и стоять твердо на том, что Господь целитель мой до последнего дыхания жизни. Мои глаза увидят это. Спасибо. Светлана? Ну, первое, я уже говорила. Как только вы узнали что-то страшное о себе, нет, этого не будет со мной. Я это не принимаю. Я с этим не соглашаюсь. Второе. Конечно, сразу у человека может возникнуть паника и страх. И это, ну, это не от Бога. Нужно тут же вспомнить Евангелие. Бог ничего не имеет против вас. Бог не пытается вас научить или наказать чему-то за что-то. Что-то вы сделали такое плохое, и Он пришел, и Он как бы пытается наказать вас. Нет, Иисус пострадал за вас. Иисус взял все ваши немощи, все ваши болезни, чтобы вы не погибли, но имели вечную жизнь. Вспомнить, Отец любит меня. Он не желает никакого зла. И нам нужно, конечно же, сразу же в молитвенную комнату нужно прославлять Бога и взять за основание своей жизни места писания об исцелении. И повторять их, принимать их как лекарство несколько раз в день. Просто стойте на слове, сделайте его номером один в своей жизни. И, естественно, ваши симптомы будут какое-то время, возможно, вас беспокоить. Не соглашайтесь, не обращайте внимания. Какое-то время пройдет, потом наши мысли. Мы иногда с таким богатым воображением о каких-то вещах думаем, что даже дьявол, мне кажется, иногда стоит в стороне и думает, я бы не додумался до этого. Как они себе придумали все в голове. Поэтому нельзя позволять раскручивать себе в голове вот эти мысли, что вы умрете. Нет, это не соответствует Писанию. Писание говорит, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. То есть и свой разум нужно наполнять словом Божьим, набраться терпения, войти в Божий мир, в Божий покой и наполняться его любовью. Потому что когда мы видим, как Отец любит нас, мы понимаем, Он вытащит нас оттуда. Мы выйдем из этой долины смертной тени с победой. Спасибо. И последнее. Мы сейчас уже будем молиться, буквально по 30 секунд. Вы знаете, я просто подумал и решил перефразировать. У меня вопрос подготовлен, как правильно молиться об исцелении. Но я хочу вас спросить по-другому. Как неправильно молиться об исцелении? Господи, пожалуйста, ну пожалуйста. Это Он уже совершил это. Это уже факт. Ранами Его мы исцелились. Это прошедшее время. Ну пожалуйста. Его не надо умолять. Вот я с вами разговариваю, в который раз у нас ощущение воин все время приходит сюда. Слушайте, это, наверное, так кажется. Потому что тоже ведь и плачешь дома, и молишься о чем-то. Но, понимаете, я раньше была неправильно научена в самом начале христианства. Я умоляла. Господи, ну пожалуйста, смилуйся надо мной. Нет, это не соответствует Писанию. Какое смилуйся? Он уже, Он отдал своего лучшего, что у него было. Отдал Иисуса. Он отдал своего сына, который был в его недре. У меня двое детей, младшему год. Я ни за кого из вас не отдам своего сына. Ни за кого. Даже самого человека прекрасного. А Бог отдал. Я лучше сама пойду и умру за него. Чтобы мой сын один или другой жили. Поэтому Бог, у него мышление совершенно другое. Он не мучает вас болезнью. Он не пытается вас научить. Иначе больницы были бы вообще с людьми настолько умными и образованными. Болезнь ничему человека не может научить. Учит нас Слово Божье, мудрость Божья. А болезнь, она калечит. Она убивает. Это смерть. Чему смерть может научить кого-то? Николай, как неправильно молиться в исцелении? Ну, я согласен с тем, что сказала Светлана, что мы иногда, умаляя Слово Божье, пытаемся вызвать какому-то милосердию или расположению Божьему к нам, что, Господи, вот так вот. А в самом деле, стоять на Слове Божьем и исполнять или исповедовать Слово Божье, это как раз и есть наша вера и наша уверенность в Боге. Потому что, как по-другому? А торговаться? Вот если ты меня исцелишь... Я буду тебе служить! Ну, вы знаете, что есть некоторые вещи, я слышал об этом, да, особенно вот людей, даже неверующих, бывает, да, вот. Я помню, что мой отец, ему было 18 лет или 17, точно не помню, немцы отступали, это было время войны, и вот он, за ним гналось, как бы, ну, немцы гнались с автоматами расстрелять его. И вот он забежал в дом прямо, за дверь встал, он просто вот видит, а не ходит, и он просто там проговорил, Господи, если ты вот в эту минуту спасешь меня, я просто обещаю всю мою жизнь служить тебе. Это, это, есть такие моменты в жизни наших обетов, и Давид говорит об обетах много, и мы даем обет Господу, да, мы даем обет, мы в завете с ним. И иногда происходят такие вещи, когда ты, Господи, это не является торговлей, но это является, наверное, более, скорее всего, криком души, и нашей, наверное, где-то такой внутренней веры в то, что Бог меня прямо сейчас услышит, и вот этот завет, он станет, ну, таким заветом действенным. И он действительно проговорил так, и Господь его спас. Немцы даже, заглядывая за дверью, не могли увидеть его там, просто вот за дверями стоял, да. Расстреляли там соседей всех, он видел, как расстреливали, а он остался жить. После этого он родил 10 детей, у них было 50 внуков и 36 правнуков, большое наследие, большое поколение, и он действительно всю свою жизнь посвятил Господу на служение, был служителем церкви. Вот, поэтому есть некоторые вещи, которые мы иногда говорим, как обет, который мы даем Господу. Говорит, если ты дал обет Господу, немедленно его исполнить. Поэтому Библия позволяет нам давать обеты, и мы даем обеты, водное крещение мы принимаем, говорим, мы чистой совестью посвящаем себя тебе, Господь, и будем служить всю нашу оставшуюся жизнь, здоровой совести, да, и так дальше. Поэтому я не думаю, что в этом есть какое-то преступление, когда мы даем обеты перед Господом, в нашей чистой совести, но когда мы торгуемся, да, я не верю в торг, я как бы против торга. Мы говорили об этом в первой части, это касается и даяния, это касается исцеления, это касается всего. Потому что множество раз я видел, как люди торговались, и действительно выторговали что-то у Господа, и потом они уходили. Как только получали, сразу уходили, потому что это человеческая греховная природа делает, а не вот внутри вера и Дух Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok